Привет, я Никита Власов и вы смотрите тележурнал Виртуальный мир на телеканале ТНТ ОНЕГО Прямо сейчас вы узнаете об успехах зарубежных разработчиков различных высокотехнологичных приспособлений и о том, что в Петрозаводске состоялись соревнования Славятся японцы незаурядными изобретениями Взять хотя бы туфли с зонтиками или галстук, который превращается опять же в зонтик А еще ползунки швабра, чтобы ребенок ползал и одновременно мыл полы Ну и приспособление для комфортного сна в метро и трафарет, чтобы ровно красить губы После всего только что перечисленного, новый японский способ кормления помидорами бегунов на длинные дистанции Кажется нам таким естественным Представьте, что участвуете в марафоне Жарко, вы устали, хочется есть И вдруг, будто бы с неба, прямо к вам в рот летит спелый и сочный помидор Одна из продовольственных компаний Японии считает, что это именно то, чего не хватает бегунам Своеобразного помидорного рюкзака Изобретение представили на выставке токийского марафона В аппарате заложено 7 помидоров среднего размера, весит конструкция 8 килограммов Также есть и облегченный вариант, трехкилограммовый, он заряжен 12 помидорами черри Мы хотели найти способ, как можно было бы есть помидоры во время соревнований И вот мы разработали этого робота, который сделал эту еду более мобильной Да, 8-килограммовый рюкзак с роботом над головой бегуна – это сила В минувшее воскресенье в Петрозаводске в стенах Государственного университета Состоялся этап открытого чемпионата ПетрГУ по спортивному программированию Участники соревнования – студенты и школьники Карелии, состязавшиеся в четырех номинациях Опытные студенты, студенты-новички, опытные школьники и школьники-новички Для краткости – продвинутые новички, олимпиадники и юниоры Между собой состязались 54 участника, из которых 50 в аудиториях ПетрГУ Плюс четверо вне конкурса по сети из Сартовалы Те задачи, которые были предложены сегодня участникам, они сделаны в классическом виде По классическим правилам международных соревнований ICM В каждой из задач описана какая-то вымышленная жизненная ситуация И участник должен, проанализировав эту ситуацию, составить матмодель и в качестве решения предложить свою программу Чтобы справиться с испытанием, отводилось пять часов И несмотря на то, что жюри считало задачи не слишком сложными, успех в их решении сопутствовал не всем С другой стороны, лидеры соревнований, двух студентов, они решили по восемь задач из предложенных одиннадцати Это студенты, которые этим летом участвовали в финале чемпионата мира по программированию Для тех же участников соревнований, кто только заканчивает школу Успехи в спортивном программировании, начиная с 2015 года, принесут еще и приятный бонус Диплом победителя или призера этих соревнований, выпускник одиннадцатого класса, избравший для продолжения обучения Петрозаводский государственный университет По направлению программирования, математика, информатика Может принести вместе со своими документами в приемную комиссию и получить дополнительно до восьми баллов к своим результатам ЕГЭ Призы и подарки победителям и просто участникам соревнований по спортивному программированию предоставила компания Сампору Мы всем нашим участникам соревнований дарим сертификаты на бесплатный интернет на скорости 50 мегабит в секунду Чтобы ребята почувствовали и скорость, и качество, и надежность работы компании Сампору Прямо накануне объявления результатов было решено добавить еще по призу в каждой номинации Для поощрения тех, кто хотя и не преуспел, но продемонстрировал бойцовские качества и похвальное рвение Чтобы у нас вообще в Карелии были очень толковые ребята, которые могли бы продвигать современные технологии Награждение победителей состоялось вслед за обязательным обсуждением итогов соревнований с непременным разбором способов решения задач Завершился напряженный день юных программистов поеданием спонсорской пиццы На сегодня, пожалуй, все На этом я, Никита Власов, прощаюсь с вами Увидимся снова уже через неделю Там и посмотрим, что нового произойдет в причудливом мире информационных технологий Пока! Генеральный спонсор программы ООО «Связь-сервис»